Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал про табличку стратегия накоплений. Основная мысль, основная идея этой таблички в том, что в конце, в том, что, первое, чем раньше вы начнете откладывать деньги, тем больше будет результат. Ну, здесь я выступаю как капитан очевидности, это очевидно. Поэтому, если вы еще не начали откладывать, если вы еще не начали потихонечку создавать свой инвестиционный портфель, надо начать это немедленно, то есть прямо сейчас. То есть прямо сейчас перейти на сайт dimitkovyur.com, нажать на кнопочку модельный портфель, открыть брокерский счет и уже начать откладывать деньги для того, чтобы, ну, от 50 тысяч, там от 60, размещать их на брокерском счете и размещать их в различные активы. Для этого надо, понятно, учиться смотреть, смотреть в том числе мои видео, не только мои. Вот. И второй вывод, который был там сделан, уже не такой очевидный, о том, что, как только мы начинаем, каждый рубль, вложенный в начале, намного ценнее, чем те, которые будут в последующем. То есть начинать надо с максимальных возможных сумм для вас. И многие задают мне вопрос, а где же нам взять деньги? И говорят, помоги нам, потому что мы в глубинке, тебе-то хорошо, там в центре живешь, в Подмосковье, у нас нет таких условий, мы зарабатываем там 15, 20, 25, 30 тысяч, Марии Элтон или еще где-то. Вот. Помоги нам заработать. И вот недавно мне написал еще один парень, он из Нижнего Тагила, говорит, помоги. Прямо вот умоляет, говорит, я готов работать, я готов все, что угодно, но помоги, дай мне идеи. Вот. И поэтому, ну, у меня был, я пытался это сделать, у меня был проект, как зарабатывать, как начать зарабатывать, если совсем нет денег. Вот. Но я его немножечко задвинул, потому что, в общем сказать, да, я там зажег очень здорово, но люди не, ну, то ли не пошли, то ли я без энтузиазма это делал. Вот. Ну, потому что он бесплатный, как минимум. Вот. Вот. Поэтому, ну, сейчас я попытаюсь сделать что-то, какие-то идеи о том, как заработать деньги тем, у кого, казалось бы, нет никаких перспектив. Люди говорят, у нас нет никаких перспектив. Я утверждаю, что вот именно у вас, вот вы сейчас смотрите мое видео, и только благодаря этому я могу утверждать, что у вас есть все возможности для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Много денег. Скажем, 500 тысяч в месяц. Реально. Миллион рублей в месяц. Реально. Были такие варианты, были случаи. Вот. Что для этого надо делать? Смотрите мое видео дальше. И сейчас я хочу сказать, в общем, что это за метод. Это метод сетевого маркетинга. Я догадываюсь, что прямо сейчас многие люди, которые смотрят меня, забились в истерике. И что это все полное, так сказать, там, чушь, дерьмо и так далее, и так далее, и так далее. Если вы из таких людей, я вас очень прошу, прямо сейчас поставьте дизлайк и напишите в комментарии, почему вы считаете, что сетевой маркетинг – это ужасно плохо. Ну, а для тех, кто продолжает смотреть, я сейчас попытаюсь объяснить доступно, в чем же заключается суть сетевого маркетинга, как я его вижу, что в нем хорошего. И потом я расскажу, что в нем плохого, почему он вызывает такие бурные чувства и такие отрицательные чувства. Итак, сетевой маркетинг. Как возможность заработать быстро и много. Ну, во-первых, говорят, что это, так сказать, многие говорят, что это легко. Вот тут я не согласен в корне, это очень сложно. Вот, в чем суть сетевого маркетинга. Смотрите, основная. Есть продукт какой-то или услуга. Очень-очень хороший, очень качественный, уникальный продукт, который приносит очень много пользы людям. Вот есть такой продукт, например, да, и есть компания, которая придумала этот продукт и которая выпускает этот продукт для людей. Продукт приносит пользу людям, большую пользу. И как вы думаете, если компания, которая производит какой-то продукт, который приносит пользу, она же получает прибыль, правильно? И компания, естественно, заинтересована в том, чтобы продать этого продукта как можно больше, для того, чтобы как можно больше людей получили пользу, получили, ну, вот это вот добро, понимаете? То есть вот есть какой-то вот очень хороший продукт, который дает пользу людям, и эту пользу надо распространять как можно быстрее, как можно среди большего числа людей. Какие есть методы для того, чтобы продавать продукт? Есть традиционный метод продажи через магазин, у него есть свои плюсы, свои минусы, и есть метод сетевого маркетинга. Это просто два разных метода продажи товаров и услуг. Вот, есть товары и услуги, которые для сетевого маркетинга не подходят, ну, скажем, карьерные самосвалы вряд ли вы сможете с успехом продавать через сетевой маркетинг. А есть товары и услуги, которые очень-очень хорошо подходят к методу сетевого маркетинга. Во-первых. Во-вторых, система сетевого маркетинга в последнее время получила огромное развитие, бешеное совершенно. И вы кругом видите, что всякие сетевые технологии, они побеждают, буквально побеждают. Вы видите, кругом пятерочки, шоколадницы, сетевые заправки и так далее, и так далее. Все это, ну, это не сетевой маркетинг, но там используются тоже методы сетевые. Итак, в чем же заключается вот суть сетевого маркетинга, как это выглядит? Смотрите, вот вы живете себе своей обычной жизнью, и вдруг у вас раздается звонок. Вам звонит какой-то знакомый, с которым вы не общались уже, блин, черт знает сколько лет, ну, так сказать, вы когда-то хорошо общались так, а тут вот не общались. И он звонит такой, слушай, привет, я такой-такой, значит, есть вообще бешеная идея, давай встретимся. Вы такой, что, когда, чего, о чем идея, ты хоть расскажи. Да не, сейчас некогда, когда встречаемся, и назначает вам встречу. Вы такой заинтригованный вообще, что случилось? И что он такой, так сказать, вдруг откуда ни возьмись, как черт из табакерки выскакивает, с таким энтузиазмом начинает вам рассказывать. Ну, давай встретимся, какие проблемы. Вот, вы встречаетесь с ним, и он начинает вам рассказывать внезапно о каком-то интересном продукте, который обладает обладенно удивительными свойствами, уникальными совершенно, и говоришь, слушай, смотри, этот продукт изменил мою жизнь вообще напрочь. Я там, значит, оздоровился, похудел, значит, там, так сказать, излечился от всего, начал много зарабатывать и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите, ну, так неожиданно, вы ошарашены, и вы берете попробовать то, что он предлагает. И вы знаете, что удивительно? Действительно продукт оказывается хороший. Действительно он обладает этими уникальными свойствами. Вы говорите, слушай, ну как же так, в магазине ты такого не купишь? В магазине такого действительно не купишь, вот, потому что это продается через систему сетевого маркетинга. И, значит, там, либо на следующий день, либо вскоре ваш этот знакомый звонит и говорит, ну как? Он говорит, слушай, ну действительно действует. И он говорит, давай встретимся, я тебе расскажу, как на этом можно заработать, скажем, до, там, 500 тысяч в месяц. Совершенно спокойно. Он говорит, ну, конечно, давай. Вот. И вы с ним встречаетесь второй раз. И второй раз он вам рассказывает, что, слушай, ну вот ты посмотрел, ты попробовал этот продукт. Он очень-очень хороший, правильно? Он говорит, ну, правильно, что так. Ну, ты можешь, во-первых, продолжать пользоваться этим продуктом и брать его с очень хорошей скидкой. Смотрите, вот, цена есть продукта такая. Ну, не секрет, что все торговые сети, так сказать, имеют наценку. Там в среднем 25-30 процентов, правильно? Вот, магазин накручивает. Здесь он говорит, что ты можешь брать этот продукт на 30 процентов дешевле. Ну, или там на сколько-то процентов дешевле. То есть, с какой-то дельтой. Назовем это дельта ноль. Что для этого нужно сделать? Нужно зарегистрироваться в компании в качестве дистрибьютора и пройти небольшое обучение. Обучение, так сказать, входит, ну, как бы, оно бесплатно. Вот, если вам позвонил такой знакомый и так далее, я вам очень советую, во-первых, ну, внимательно выслушать, что это за продукт, если продукт действительно уникальный. Я вам очень советую, ну, во-первых, записаться, вы ничего не теряете. И очень советую пройти это обучение. Это очень-очень интересно. Всегда бывает очень интересно, правда. Вот, и, ну, там рассказывают о том, какие еще продукты предлагает данная компания. Они, как правило, очень-очень интересны тоже. И какие свойства, и как вы можете на этом зарабатывать. Вы берете его со скидкой, помните, дельта ноль, да? То есть, потому что вы только новичок, вы берете его со скидкой дельта ноль, и вы можете, что вам предлагают, они говорят, у вас есть знакомые, составьте список знакомых, у вас есть точно совершенно, как минимум 150 человек знакомых. Он поможет вам, ваш знакомый, составить этот список и расскажет, как надо назначать встречу и как надо продавать этот продукт. И вы повторяете то же самое, что делал ваш знакомый. То есть, смотрите, ваш знакомый вам позвонил внезапно, назначил встречу, договорился, продал вам продукты, это была первая встреча. На второй встрече он, ну, назовем вещи своими именами, на первой встрече он проводит беседу о продаже продукта самого, а на второй встрече он проводит беседу о продаже бизнеса. Он продал вам бизнес. Вот, и он говорит, вы получите 30% скидку. Теперь смотрите, компания производит продукт, которая производит продукт, она заинтересована в том, чтобы продукт продавался большому количеству людей, потому что продукт приносит реальную пользу. И если вы зарегистрируетесь в качестве дистрибьютора, то вы будете помогать компании распространять продукт точно так же, как магазин. И, естественно, вы должны получать за это прибыль. И эта прибыль ваша, это дельта ноль, ваша скидка. Но после того, как вы получили, ваш друг первый раз, когда продал вам продукт, он получил вот эту скидку дельта ноль за вас. Но когда вы регистрируетесь, что он получает? Он получает, смотрите, компания получает нового дистрибьютора. У компании все хорошо, компания начинает продавать больше, но скидка-то стандартная. А что получает ваш друг? А ваш друг привел вас туда, и он тоже должен что-то получать, не так ли? Потому что если бы не было вашего друга, и вы бы не пришли в компанию. И когда вы приводите нового человека в компанию, нового дистрибьютора, рекрутирование, этот процесс называется рекрутинг, вы тоже должны что-то получать. Поэтому смотрите, вот еще раз, смотрите, у вас есть, вот есть вы, и вы, когда регистрируетесь там, вы получаете стандартную скидку дельта ноль. Дальше. Вы начинаете вот по своему списку 150 человек, вы проводите встречи. Дальше вы потом проводите встречи уже с совершенно незнакомыми людьми, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, среди этих 150 человек, ну, предположим, 50 человек согласились купить этот продукт. В зависимости от того, что это за продукт, там бывает больше, бывает меньше, 50 человек согласились купить этот продукт. И они сказали, что да, это хороший продукт, я его буду покупать, вы им назначаете вторую встречу, рассказываете о бизнесе. Как вы думаете, сколько человек из них загорятся тем, что захотят зарабатывать на этом деньги? Ну, я вам точно скажу совсем-совсем немного. Предположим, что 5 или 10 человек зарегистрировались в качестве дистрибьютора под вами, и у вас уже команда из 10 человек. И вы начинаете этих 10 человек как-то стимулировать для того, чтобы они начали работать. Что получаете вы? Вы переходите на следующий уровень, и на следующем уровне от продаж тех людей, которых привели вы, вы получаете дельта 1. То есть, смотрите, они продают, они получают дельта 0, а вы получаете дельта 1. Так вот, эта вот дельта 1, она составляет где-то 20 или 30% от дельты 0. То есть, вы получаете пятую часть от того, что получают те дистрибьюторы, которых вы привели. Вот, то есть, вы получаете намного меньше, чем они. В 5 раз, скажем. Но при этом, если вы привели 5 человек, и они продают достаточно хорошо, то вы получаете, если вы получаете в 5 раз меньше, чем каждый из них, но их пятеро, то вы получаете ровно столько, но при этом вы ничего не продаете. Потому что продает ваша команда. А ваша команда заинтересована тоже в построении этой, так сказать, команды. И из 10 человек, которые начали работать, ну, я вам честно скажу, останутся не больше 5. Если осталось 5 человек активных, и они тоже нашли каких-то людей, предположим, по 3 человека каждый из этих 5 нашел, то у вас на уровень ниже, на уровень ниже появляется уже 15 человек. Ну, в среднем, 5 умножить на 3, правильно? Ну, из тех, кто перестал работать, они тоже, так сказать, там некоторые остались. Вот. 15 человек. Итого у вас в команде 15 плюс 5. 20 человек в вашей команде. Если вам удалось построить вот такую структуру уже, то, смотрите, у вас есть люди первого уровня, есть люди второго уровня. Эта система называется еще многоуровневый маркетинг, или multi-level marketing, по-английски. MLM. MLM. Структура, MLM-система, MLM-маркетинг. Многоуровневый маркетинг. Дальше, так сказать, идет, так называемое, дублицирование бизнеса. То есть, люди повторяют вот эти действия. Бизнес уже готовый, схема готова. Вот. Система работает как часы. Все комиссионные выплачиваются регулярно. Вот тут можете поверить, это всегда работает как часики. Вот. И система начинает расти. Посмотрите. Вот вы, у вас, вы нашли 5 человек. Каждый из этих 5 человек, если нашел по 5 человек, то на следующем уровне, вот, это первый уровень, значит, на следующем уровне уже 25 человек. Если эти 25 человек нашли каждый по 5 человек, то на уровне ниже уже 125 человек и так далее система растет в геометрической прогрессии. Вот такая система, да, и там, чем ниже уровень, тем вот эти вот дельты меньше, 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 меньше и так далее. Вот такая система. И я вас уверяю, если вы найдете в структуру на первом этапе 5 человек, и если эти 5 человек, каждый из 5, найдет по 5, то ваши доходы будут уже в районе 100-200 тысяч рублей в месяц. вот такая система позволяет очень быстро расти. Откуда она появилась? Дело в том, что люди заметили, что есть некие процессы в природе, которые очень быстро растут. Например, эпидемия. Она очень быстро распространяется. Вы знаете это, да? Например, ядерный взрыв. Это очень быстро распространяется. Сплетни очень быстро распространяются. И вот на основе вот этого же принципа люди думают, а как же это применить в бизнесе, так чтобы бизнес также распространялся. И вот люди как раз и придумали метод сетевого маркетинга. То есть он еще называется сарафанное радио, как сплетни идут, и весть, хорошая весть о хорошем продукте распространяется с какой-то совершенно сумасшедшей скоростью. Самое главное найти центры коммуникации, то есть людей, которые будут возьмутся за это и возьмутся за это с энтузиазмом, как ваш друг, как вы и как другие. И вот такой метод позволяет очень быстро увеличить доходы. Теперь перейдем к минусам. Почему у сетевого маркетинга так много оппонентов, почему очень много людей вот сейчас уже написали наверное комментарии к моему видео и кучу дизлайков и вообще все это такое. Смотрите. первое. Сетевой маркетинг действительно позволяет очень быстро и очень сильно увеличить доходы. Там крутятся огромные деньги. А там, где крутятся огромные деньги, деньги это далеко не всегда добро. Деньги это очень часто зло. то есть деньги это всегда алчность и всегда жадность и всегда деньги привлекают не самых лучших людей. Такое есть. К сожалению. Там нет системы отбора, нет анкетирования, потому что сарафанное радио. Люди есть разные. И есть люди, которые приходят вот становятся дистрибьюторами, у них самая главная цель это заработать. И к сожалению вот этого в сетевом маркетинге полно. В любой компании буквально вы это найдете. И люди начинают всякими любыми методами не продавать, не распространять добро, распространять зло. Они говорят, ну они стремятся как это говорится причинить добро. То есть смотрите продукт действительно хороший. Продукт действительно хороший. Но во-первых он подходит, он хорош для одних, может быть не очень хорош для других. Во-первых, во-вторых, кто-то может быть не готов. Люди впаривают не продукт например, а систему бизнеса. И они говорят возьми кредит в 20 тысяч долларов, ты стартанешь сразу с третьего уровня, там я тебе расскажу схему. Вот ты потом впаришь это своим знакомым они тоже возьмут кредиты, потому что что такое масштабирование бизнеса? Как правило люди будут повторять то, что сделали именно вы. Они скажут, а что сделал ты? Вот эти алчные люди будут говорить, поэтому надо брать кредит в 20 тысяч долларов, и тогда ты найдешь людей, которые тоже возьмут кредит в 20 тысяч долларов. но кредит это зло, и уже вместо того, чтобы распространять добро, вы начинаете распространять зло, и в каждой компании существуют такие алчные люди, которые занимаются вот именно этим, и ну во многих компаниях есть случаи самоубийства, например, когда людей вот именно таким способом завлекали. Я ни в коем случае не хочу вас предостеречь, ни в коем случае не берите какие-то товары в кредит, не ведитесь на это, вот, пробуйте сами, тестируйте, вот, это первое. Второе, я не зря начал с того, что есть очень хороший продукт с уникальными свойствами, это очень-очень важно, потому что, смотрите, еще я помните говорил, что далеко не каждый продукт подходит под систему сетевого маркетинга, потому что, смотрите, традиционно продажи, они на чем основаны, это вот магазины, торговые площади, торговые центры, шоурумы, там надо платить за аренду, надо платить за ремонт, надо красиво показывать что-то, вот, здесь ничего красивого не надо, все идет через систему сетевого маркетинга, на этом экономится, вот, но при этом какие товары подходят лучше всего для системы сетевого маркетинга, те, у которых, ну, во-первых, стоимость производства по сравнению со стоимостью своего продукта, себестоимость очень низкая по сравнению с ценой, ну, скажем, такое происходит сплошь и рядом в фармацевтической промышленности, но фармацевтическая промышленность только через аптеки, это по закону, а вот всякие БАДы, чаи, целебные, биоактивные добавки, они очень хорошо распространяются через систему сетевого маркетинга, там их полно, целебные всякие, и они действительно, многие из них приносят, ну, колоссальную пользу, правда, вот, дальше, дальше, всякие, косметика, очень много косметик, ну, вы знаете, Арифлейм, Мэри Кэй, и так далее, и так далее, они не зря там, компания Амвэй, чем она уникальна, они говорят, мы будем поставлять вам то же самое, что вы покупаете, но в концентрированном виде, вы берете, значит, вот такой пузырек, а его хватает, вот настолько, вот, и вот ваша колоссальная прибыль, один пузырек равносилен, там, пяти пузырькам обычного, там, средства, поэтому, поэтому вот такие уникальные свойства, то есть, компактность нужна, и очень хорошо для этого подходят всякие информационные материалы, страховые, компания очень много, потому что, что продают страховые компании, страховые компании продают уверенность в себе, вот, уверенность в себе, не нужна для этого, склады и так далее, вот, и логистика большая, очень хорошо подходят для этого всякие обучающие курсы, например, биржа для чайников, вот, ну, смотрите, я считаю, что, ну, вот, я очень грамотно могу объяснить людям, как начать работать на фондовом рынке, и я продаю курс биржи для чайников в записи, как вы думаете, если, ну, во-первых, это, ну, я уверен, что это приносит пользу людям, правильно, правильно, курс есть, есть, существует, существует, кто его автор, я, вот, и, конечно, чем больше я распространю этого курса, тем больше денег я получу, если кто-то мне поможет распространить этот курс, почему бы мне не заплатить какую-то часть большую достаточно прибыли от этого дохода тому, кто мне в этом поможет, потому что я же не смогу до всех достучаться, ну, это, к примеру, вот, продолжаю, это, к примеру, продолжаю дальше, да, кстати, зарегистрируется в качестве партнера, вы сможете легко, там ссылочка будет внизу, вот, дальше продолжаю, так вот, к сожалению, очень хорошо, сетевой маркетинг подходит для всяких мошеннических схем, где вообще нет продукта, и самый яркий пример, самый известный пример, это МММ, первый МММ, который был, я вам напомню, в чем он заключался, то есть, никто не знает об этом, там все говорят, а это пирамида, почему говорят, что все это пирамида, МММ, это была в чистом виде пирамида, и МММ, пирамида была и первый МММ, и второй МММ, и третий МММ, это все были пирамиды, но между пирамидой и сетевым маркетингом есть существенная разница, существенная разница, пирамида, это когда следующие участники получают доход исключительно за счет того, за счет прихода средств от тех, кого вовлекли, там нет продукта, и как только рост структуры закончился, вот эта система прекращает действия, ну скажем, возьмем теперь Арифлейм для примера, смотрите, там есть продукт, это косметика, женщины пользуются косметикой, косметика хорошая, я сотрудничал с компанией Арифлейм как полиграфист, я для них печатал конверты, там какие-то блокноты, там сказать, обучающие материалы, я приезжал в эту компанию. Друзья мои, там весь персонал такие девушки симпатичные, и косметика Арифлейм, я просто вижу на этих девушек, смотрю, блин, ребята, это хорошая косметика, это продукт, он всегда будет покупаться женщинам, потому что женщины хотят выглядеть красиво, он всегда будет продаваться, и даже если структура остановлена, так сказать, в развитии, она не растет, то есть новые женщины не рождаются, скажем так, вот, то система будет работать, и она работает, то есть люди потребляют эту продукцию, потому что она хорошая, потому что она обладает уникальными свойствами, и они учат, как пользоваться этой косметикой, вот, то же самое Амвэй, люди всегда пользуются средствами вот этими Амвэевскими, то есть, даже если все останавливается, то как бы система не растет, но за счет продаж новым людям это работает, но так как вот мошенник Мавроди, назовем вещи своими именами, применил это впервые для МММ, и там система была такая, вступление в систему стоило 5 рублей, приводишь двух человек, вернее, приводишь людей туда, за каждого приведенного человека, ты получаешь из тех 5 рублей по 2 рубля за каждого, понимаете, вот, а следующий уровень получает еще по рублю, то есть, было 5 рублей, здесь 3 вам, рубль следующему уровню, следующему уровню еще 50 копеек, следующему уровню еще 25 копеек, вот, следующему уровню еще 10 копеек, и, короче говоря, Все 5 рублей расходились на поддержание вот этой структуры, которая растет, а потом рушится после того, как она перестает расти. С тех пор многие ошибочно сетевой маркетинг называют финансовой пирамидой, хотя это не так. Финансовая пирамида это как раз именно когда рост системы, доходы участников осуществляют за счет прихода новых. Здесь это не так. Вот это основные отрицательные вещи, которые есть в системе сетевого маркетинга. Поэтому, когда вам предлагает ваш друг вступить в эту систему, стать дистрибьютором, вы посмотрите внимательно. Первое, самое главное, есть ли там уникальный продукт, который предлагает компания. Второе, вот обязательное условие, что смотрите, есть себестоимость этого продукта, которую вам никто не скажет, и себестоимость, и есть цена продажи конечному клиенту. Так вот, наценка над себестоимостью, говорят, что она может быть не более 70%. Если больше 70% идет на поддержание, то это уже близко к пирамиде. Здесь грань очень-очень тонкая, здесь очень трудно подвести критерий, поэтому его не существует. Но вот до 70% идет на поддержание системы, 50%. Точно так же в обычной торговле стандартной я вам точно могу сказать, что производитель, например, производит какой-то товар, и цена, по которой покупают конечные потребители, отличается от себестоимости этого товара, ну, как минимум в два раза. То есть 50-60%, 70% идет наценка. Это я вам точно могу сказать, я занимался производством. Я занимался производством полиграфической продукции. У меня была, значит, наценка по себестоимости до 40%. Ну, а дальше мои продукты, они используются в конечном продукте, это были в основном этикетки. То есть там на продукт еще наворачивалось, ну, минимум 30%, плюс логистика и так далее, плюс наценка магазина 25%, там больше наворачивалось. Вот, здесь то же самое, те же самые наценки, только они более честно, я бы сказал, распределяются через структуру сетевого маркетинга. Вот такие дела. То есть первое, что вы должны выяснить, есть ли уникальный продукт, его должны попробовать, это обязательное условие. Вот, и дальше вы должны понять, то есть куда идут деньги от продажи, сколько денег идет на производство продукта. Вот, собственно говоря, такие вещи. То есть не путайте никогда, сетевой маркетинг это все-таки быстрое распространение чего-то хорошего, полезного, добра. То есть, и когда, ну, не надо впаривать, когда люди впаривают, тут уже надо смотреть очень-очень внимательно. Грань провести практически нереально. Вот, что хорошего в структурах сетевого маркетинга, это обучение. Оно всегда шикарное. Правда, ребята. Вот, поэтому можно записаться. Ну, а по поводу того, что очень легко и быстро можно заработать, тут я могу сказать, что это не так, потому что большая часть людей, большей части людей заработать там не удается. Заработать много удается единицам. И кому? Ну, вот, многие могут сказать, что вот, у меня там нет образования и так далее. Вот здесь образование даже мешает очень часто, потому что, ну, слишком умные, такие, как я, они не зарабатывают в сетевом маркетинге. Вот. Хотя мне тоже иногда это удавалось, но, в общем, нет. Вот. Ну, собственно говоря, вот такой метод. Он может кому-то помочь, может, нет. Сейчас я рассказал в общем о всех компаниях сетевого маркетинга. И я планирую снять несколько видео о конкретных компаниях, о конкретных системах, как можно заработать, если вы хотите это. И в самом начале я сказал, что если у вас есть интернет, то вы можете заработать, вы можете использовать интернет для того, чтобы зарабатывать. И я вам расскажу какие-то интересные вещи, как можно зарабатывать через интернет в следующем. Поэтому сейчас поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом, обо всем. И оставайтесь на моем канале. Я постараюсь помочь вам. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. С вами был Деменков Юрий.